Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group». И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Роман Шепченко. Роман, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Приветствую всех присутствующих. Сегодня будет такой не очень длительный комментарий у меня, потому что сделок открытых осталась по сути одна. Во вторник обсуждали продажу фунта. Давайте сразу перейдем к демонстрации экрана. Наверное, правильно будет с фунта начать. С фунта. Так, перейдем мы, наверное, будет достаточно. Где-то приблизительно в этот момент мы с вами встречались, обсуждали. А, сейчас. Котировки вот так вот удерживались, они удерживались, ну, отбились от 1.29.00, от 1.29.00, даже от 1.25.00, возьмем так. И удерживались там плюс-минус на текущем уровне, вот как мы сейчас видим. Тогда я говорил, что открыл короткую позицию, держу позицию короткую, она уже там второй день у меня висела. Вот здесь я ее еще открывал, висела второй день, и я рассчитывал на снижение. Снижение достаточно сильно, расчет был движение ниже, чем к 1.24.80, туда даже глубже-глубже вот этих минимумов, в долгосрок. Первая цель была 1.27.00, вторая 1.26.20. Мы с вами помним, долетели до первой цели 1.27.00, соответственно, одна позиция у меня закрылась, вторая позиция у меня закрылась по стоп-лоссу. Потому что, ну как, стоп-лосса был в прибыли, конечно, достаточно хорошая, больше чем 100 пунктов прибыли, но тем не менее, выбило и закрылся по стопу. Сейчас, какие действия сейчас? Если, как бы, совсем объективно говорить, ситуация неопределенная. Прогнозировать движение в одном или другом направлении, ну, на мой взгляд, это немножко даже глупо. У нас явно боковик, боковик не широкий, а основное движение происходит в диапазоне всего лишь 5-50 пунктов. Для фунт стерлингов это, ну, узенький диапазон, и говорить о каком-то размахе нет смысла. При этом, смотрите, на что я хочу обратить внимание. У меня, если вы уделили внимание, сразу был на 30-ти минутке. Почему на 30-ти минутке? Потому что две 30-ти минутные свечи, крупнее сделаю, чтобы лучше видно было. Две 30-ти минутные свечи сверху нарисовали длинную тень. Это не то, чтобы хороший сигнал на продаже, но, в принципе, это такой сигнал. Я мелким объемом открыл короткую позицию, стоп-лосс 18 пунктов до верхней тени, плюс 5 пунктов я накинул сверху, там 22 или 23 пункта стоп получился с учетом спреда. В принципе, можно выставить тейк-профит на желтой линии, сейчас на часовочке видно, да, это такой уровень поддержки. Первый тейк-профит 65 пунктов, там 66, по-моему. Соответственно, у нас получится, ну, с натяжкой, с такой большой натяжкой 1 к 3. Ну, не большой натяжкой, там, если еще 2 пункта взять, то будет соотношение 1 к 3. Если будет вынос выше 1.29.25 и сразу же цена вернется под 1.29.00, то есть 25 пунктов, да, соответственно, я постараюсь еще раз зашортить, эту позицию меня вынесет, но объем небольшой, еще раз напоминаю, ниже среднего. Я по-прежнему, по фунту я рассчитываю вниз. Пока что фундаментальных причин для роста я таковых не вижу. Вот здесь консолидируемся, вернемся ниже 1.28.20, 1.25. Я буду доливать, то есть наращивать короткую позицию. Расчет у меня, в принципе, на то, что смогут утащить вниз. Не смогут, ничего страшного, будем смотреть дальше. По еврику, по еврику я не торгую, потому что ни по фундаменту, ни по технике пока что ничего интересного нет. Ушли под 1.14.20, вот здесь происходит консолидация, покупки только выше. В принципе, продажа уже немножко поздновата, если бы продавать вот здесь и набирать именно позицию, да. Не продали, закрыли, а набирать позицию можно было бы. Сейчас мы опять-таки вошли в очень широкую зону консолидации, в такой боковик. Здесь очень много внутренних уровней, сила этих уровней не очень высока, поэтому в этом боковичке я пока что не торгую, держу по фунту. По доллар-иене, по доллар-иене длинная позиция, частично я уже ее разгрузил, частично держу. Помним, да, еще открывали вот здесь достаточно далеко, дошли до технического уровня сопротивления 108.90. Локальная цель, напомню еще раз, 110.30. Мне не понравилась вот эта вот ситуация. Вчера мы вышли, сегодня сразу же вернулись под уровень 108.90 максимум, мы сразу пошли чуть вниз. Пол-позиции, чуть меньше чем пол-позиции я закрыл и держу дальше. Вверх целью 110.00, ну такая техническая цель 110.30. Take profit поставил на 110.00, тем более у нас и вот здесь есть на 110.10 точка разрыва, да, назовем ее так. Есть риск того, что утащат цену к 107.40, локально это боковик, локально торговать в нем уже, наверное, не особо правильно. В этот момент еще более-менее похоже было на коррекцию, я рассчитывал на достаточно быстрый рост. В принципе, длинные позиции с положительным свопом, поэтому держать их можно долго. И ничего страшного, если они там плюс-минус в 0 выйдут. По канадцу. По канадцу ситуация очень интересная. Сегодня сформировалась тоже длинная тень, но дело в том, что я смотрю в обратную сторону. Если бы вот после этой консолидации длинная тень вниз сформировалась, тогда бы я покупал. Технически у нас сформировался сигнал на продажу, но я пока что смотрю в обратную сторону. Но отбой от этой области произошел. Я не в позиции. Однажды пытался покупать, набрать эту по данной валютной паре вот здесь на отскок. Не помню, или на вот этой, или на вот этой коррекции. Пошли мы глубоко вниз. Взяли мой стоп. Небольшой, но взяли. И я пока что не торгую дальше вверх. Вот такая ситуация по канадцу. По австралийцу. Попытались уйти ниже. Я тогда обсуждали мы с вами, что под 0.7150, 0.7155 буду шортить. Но, к сожалению, у нас нет какой-то фиксации. Стали долго, топтались, топтались. Плюс-минус, да? Никуда не сюда. То есть мы не сделали нормальный заход вниз, хотя бы на 0.7130. Откуда бы скорректировались. Пока что я не в рынке. Покупки только выше. Ну, тут значительно выше нужно смотреть. 0.72110. Вот, пробой. И то очень-очень аккуратно. Только выше вот здесь. Если все-таки вернуться под 0.7150, Наверное, буду с короткими стопами пытаться входить и небольшими объемами. Цель. Первая цель у нас. Вот эти максимумы тоже нужно уровне корректировать. 0.7066, 0.7065. Локально 0.6920. Вот сюда уходить. И стоит... Ну, ладно. На дневке. Даже на дневке видно. Это исторический технический уровень 0.6920. И далее 0.6830 тоже исторический технический уровень. По австралийцу. Отмена этого сценария, понятно, выше 0.72, там 20. 0.7230 выше вот этих вот минимум. То есть, если уйдут, то уже, конечно, продажи нецелесообразно. Но пока что еще можно рассчитывать. И нефть. Нефть в боковике. Если... Ну, вот уже практически, да, вытянули под 51... А, нет, не вытянули. Вот. 51.50. Ключевая поддержка. Уходит ниже. Очень высокая вероятность теста 0.5070. Уходит под 0.5070. Тогда, в принципе, тут глубоко... Видим, да, область под 0.5070, если уходят. Цель 49.1. Следующая цель... Можно уже все перестраивать. Следующая цель 47.60. Ну и далее вниз. Я пока что не рассчитываю на то, что... Ну и, в принципе, не рассчитываю на то, что будет какое-то там глобальное снижение по нефти. Более вероятно, на мой взгляд, смотрится движение где-то к 47... 47.5, 48 в эту вот область. И отсюда попытка там даже до 58 выйти. Может быть, чуть раньше попытаются развернуть и на 58 сходить. Но на ближайшие несколько месяцев, на мой взгляд, более вероятно, это все-таки боковик. Широкий, но боковик. Тренды какие-то определять сложно. Рост маловероятен. Штаты продолжают стремительно увеличивать объемы добычи нефти. Они только там за прошлую неделю, да, они еще на 200 тысяч увеличили. Ну и я не думаю, что в ближайшее время стоит прям ждать стремительного роста. Если АПК плюс договориться увеличить квоту, да, то есть сокращение добычи на 2 миллиона баррелей, и да, тогда, в принципе, вполне возможно, что нефть толкнут вверх. С текущими условиями, на мой взгляд, рост мало-маловероятен. Следующее сопротивление, если будут пытаться выбиться, то это 54. Вот здесь тени. Если отсюда откуда-то нарисуют, то это 54. В лучшем случае 55. Вот это технический уровень сопротивления. Нужно сходить поглубже. Возможно обновить вот эти минимумы. В идеале это диапазон 47, 60, 40, 8, 40. Вот в этот диапазончик войти. Вот он. Оттестировали с обеих сторон. И отсюда уже заходить вверх. Пока что этот сценарий, на мой взгляд, наиболее реалистичен. Будут его реализовывать или нет, вопрос второй. Торгую я пока что предельно осторожно. Держу по фунту позицию. И в принципе по доллар-иене там уже осталось совсем-совсем немного. Если есть вопросы, задавайте про консультирую. Пообщаемся. Хорошо. Спасибо большое. Ну вот Константин Ставроваль пишет, что на платформе Fibogroup на час раньше закрывается доллар-иена. Серьезно? Во сколько? Какая разница? Я вот честно говоря никогда не обращал, но я просто не работаю по ночам. Поэтому это для ночных трейдеров, наверное, имеет значение. У вас как? По ночам работаете? Замечали это? Доллар-иена. Я, честно говоря, никогда не смотрел. А разница на час во сколько? Допустим, все закрываются во сколько, а Fibogroup во сколько? Чтобы представлять это все. Вопрос по поводу крипты. Если рассматривать крипту не как деньги, а как акции компании. А зачем рассматривать крипту как акции компании, не совсем понимаю. Вы имеете в виду рассматривать крипту, систему блокчейн может быть, и на системе блокчейн контракты, как акция компании. Вот если так, да, конечно. Но это же, опять-таки, это не криптовалюта будет, а просто-напросто... Это совсем другой инструмент. То есть, в любом случае, даже этот инструмент, он и не должен будет выполнять функцию валюты. Вот здесь важен фактор. По поводу закрытия возможно, но в данном случае... Это надо уточнить. Сейчас не будем обсуждать. Тогда надо уточнить, в следующий раз к этой теме я предлагаю вернуться. То есть, в любом случае, это сильный текстовый уровень на 3 часа. Что зимой все закрываются в 24, а ФИБа в 24, а остальные в 1 час ночи. Вот уточнил. Вопрос посмотреть надо. Это каждый день, Константин Ставрополь, или это только в пятницу, например, когда все завершается? А, там ночью, да, там ночью, может быть, связанная с Японией, может быть, перерыв. Сейчас узнаем. По пятницам? А, по пятницам, ну, в конец недели, да, да, да. Это есть у ФИБа такое. То есть, по поводу использования блокчейна, ну, его используют. И, в принципе, когда я говорю о том, что я верю в перспективу криптовалюты в целом, я в большей степени отталкиваюсь от системы блокчейн. Потому что именно эта система. Но, опять-таки, если вникать в то, что такое блокчейн, на каком уровне он на сегодняшний день не существует, ну, там больше, на самом деле, проблем, чем хорошего. Если вот совсем откровенно говорить, очень много уязвимостей, очень мало специалистов действительно высокого уровня, которые могут программировать очень хорошо, которые могут разработать, как это правильно сказать, архитектуру, да, структуру полностью продукта. Ну, нужно, чтобы прошло хотя бы лет пять, может быть, три еще для того, чтобы, во-первых, специалисты на своих же ошибках учились. Понимаете, какая проблема от Украины, России, в принципе, от постсоветского пространства. Если у нас специалист один проект завалил, второй, третий, четвертый проект завалил, он неудачник, он плохой. В любой другой стране мира, если взять, к примеру, Штаты, если человек завалил какой-то проект, то он уже знает, то он получил опыт, он знает уже, как делать не нужно, и он уже ценнее для компании. Общался из Израиля с парнями, так они говорят, у них вообще, если несколько проектов, но особенно, как группа, да, завалил один, второй, третий проект, то эта группа, ну, там, семь, восемь человек обычно, небольшие группы людей, то они вообще ценятся там в разы дороже, чем компания или там группа людей, стартаперов, которые не запускали ни один проект и, соответственно, ни один не завалили. Поэтому нужно, чтобы люди, чтобы появлялись вот такие стартапы, которые один проект запустили, там, допустим, какие-то получились какие-то ошибки. Во втором проекте они уже, учитывая эти ошибки, будут делать следующие ошибки и так далее, и так далее, и так далее, когда вот несколько вот таких поколений произойдет, когда несколько проб и ошибок будет, тогда можно будет рассчитывать на то, что что-то действительно качественное получится. На сегодняшний день, ну, я, во-первых, не являюсь прям каким-то там очень высоким специалистом, очень серьезным специалистом в сфере криптовалют, блокчейн и так далее, но то, что изучая, я, ну, я, в принципе, серьезно это направление изучаю, изучая это направление, я вижу, что очень много слабых мест. То есть, я посещаю регулярно конференции, общаюсь с многими специалистами в этом направлении, к сожалению, я вижу, что действительно много пока что слабых мест, но это развивается направление быстро, и я думаю, ну, может не пять лет, но два-три года, и ситуация очень сильно изменится. Я понял вас. Это вы, на вас повлиял так Дмитрий Медведев, его замечание, видимо. Я понял. Коллеги, естественно, я хочу сказать вам, что любой бизнес, синоним слова бизнес – это проблема. Поэтому, конечно, мы сталкиваемся с проблемами, все нюансы надо учитывать. В нашем бизнесе обязательно надо учитывать комиссии, свапы, спреды, когда закрытие, какая спецификация инструмента и так далее. Понимаете, вот этот разговор о том, что нажму кнопку «повезет», оно не работает у нас на финансовых рынках. Ну, хорошо, один раз повезет, а второй раз вы не учтете какой-то важный нюанс, и у вас будет проблема. Причем у каждого брокера свои нюансы, разные системы, разные настройки и так далее. Поэтому здесь, кроме труда, ничего умнее не придумаешь. И у нас, кстати, много таких участников, которые очень активно всегда изучают все до последней запятой. Ну, Константин Ставрополь, в том числе, один из них, кстати говоря, очень активный трейдер. Поняли вас, коллеги, спасибо за ваши вопросы. Роман, спасибо вам огромное за ваш обзор, за комментарии. Так что вместе верим в будущее криптовалют, а торгуем на Форексе, который уже устоялся. Вам хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо и вам. Да-да-да, я вижу, что думаете про Ripple. Опять-таки, ну вот как раз Ripple, это, наверное, та на сегодняшний день единственная криптовалюта, которая пытается или может в перспективе выполнить, ну, скажем так, одна из криптовалют, но она просто с очень высокой капитализацией, которая как раз и пытается выполнять функцию криптовалюты, и она, в принципе, создана для обслуживания и поддержки финансового сектора. Как раз вот здесь самый большой потенциал, но и там очень много нюансов, и там очень много проблем. И в первую очередь, с моей точки зрения, крайне важно, чтобы очень сильно развивалась законодательная база. Законодательная база в огромном количестве стран, и серьезно развивалась законодательная база. И уже под эту законодательную базу будут развиваться, подстраиваться существующие бизнесы. Ripple очень активно развивалась в 2018 году, с очень большим количеством компаний, заключали договора о сотрудничестве, и на сегодняшний день достаточно перспективная валюта, буквально, да, недавно там эфировав, в очередной раз поменялись с Ripple местами по капитализации. Поэтому именно эта криптовалюта и может стать той, ну, да, на сегодняшний день все их называют криптовалютами, ну, то есть как раз Ripple и может стать криптовалютой. Вот, собственно, у нее на сегодняшний день, на мой взгляд, чуть ли не самый больший потенциал. Ну, опять-таки, если двумя словами. Говорить в краткосрочной перспективе, покупать, не покупать, нет, я не покупаю ничего, и с криптовалют не инвестирую, потому что этот, ну, я просто знаю, куда инвестировать, как инвестировать более выгодно, чем в криптовалюту. И, наверное, неправильно сказал, не более выгодно, а более безопасно. Соотношение риск-прибыли, я знаю, инструменты другие. Поэтому я в крипту на сегодняшний день не инвестирую. Ну, как показал 2018 год, хорошо, что не инвестирую. Я жду все-таки, да, снижение какого-то, ну, в первые полгода точно. Ясненько. Поняли вас? Спасибо большое вам, Роман. Аполлон пишет, да, у компании все хорошо, только монета не растет, пока больше года держу в просадке. Ого! Да, не растет, не растет, почему? Потому что весь рынок сел. Не может, ну, там, сегодня третья валюта по капитализации, несколько недель назад была вторая валюта по капитализации, она не может расти и расти очень сильно, при том, что весь рынок снижается. Ну, тут, как бы, общая психология имеет большое значение. И не будет расти ни одна из валют до того момента, пока не будут решены. Основные вопросы, в принципе, жизнедеятельности любого, любой отрасли, любого продукта, это что, даже в принципе, человека? Свободное перемещение, денег, услуг, капиталов и так далее, и так далее. Ну, и максимальная надежность, безопасность. У криптовалют на сегодняшний день с перемещением, если еще куда не шло более-менее нормально, в принципе, ну, достаточно дороговато, но, тем не менее, относительно еще нормально, то с безопасностью очень серьезные проблемы. Мы практически каждую неделю слышим о том, что на какой-то криптобирже произнесла атака 51%+, слышим, что где-то там какой-то вирус запустили, и люди не могут добраться до своих капиталов. То есть, постоянно вот это вот все есть. Почему? Потому что рынок сырой, технологии сырые, и это нужно учитывать. Поэтому пройдет еще не один месяц, не один квартал, и, скорее всего, не один год до того момента, пока не начнется рост. Поэтому как-то вот так. Трейдер колдонов тоже нам говорил, что, что, в принципе, ожидает консолидацию там в каком-то боковике, и через несколько лет ждет, что дно будет найдено, да, или там точка разворота найдена. Вот здесь я тоже, как бы, придерживаюсь этой точки зрения, что должен появиться боковик, боковик, наверное, длиной в полгода в год, широкий боковик, это не, там, не 200 долларов, да, по битко. Широкий боковик, а после этого уже, когда будут, будет понятно, что куда к чему, тогда уже будет движение. Я понял вас. Слушайте, у нас цитируют два авторитета сегодня, трейдер колдун и Дмитрий Медведев. Это равное явление скоро, скоро будет, растет, растет авторитет трейдера колдуна. Коллеги, а по риплу я смотрю, конечно, у Аполлона, ну, сложная, видимо, ситуация. Аполлон, по чем брали? Я смотрю, что прошлый год назад, январь, рипл стоил, друзья, вы не поверите, 3,3 доллара. Сейчас он стоит 0,3, то есть в 11 раз меньше. Представляете, какое падение произошло за год, за полтора. Вы по чем брали, кстати, Аполлон, мне интересно. Но я надеюсь, не по 3,3, это все-таки хайп, где-то 1, наверное, полтора, да, что-нибудь такое, наверное, было. Просто интересно, ну, с какого уровня вы держите? 1,1, да? Ну, это еще как бы нормально, то есть люди в три раза дороже брали, кто-то же покупал на уровне 3,3. Поняли вас? Ну, вот смотрите, Аполлон, какой у нас абсолютно терпеливый. Да, человек верит в крипту, не сдает, уже другой бы психанул, бы 10 раз бы сбросил и все. А он молодец, он верит, держит. Ну, здорово, что сказать, здорово. Только такая вера, друзья, и вытягивает все. Но потеря уже более 70% от капитала, это, конечно, не очень хорошо. Вы имеете в виду, что уже некуда, уже только держать. Ну, да, уже в принципе продавать какой-то смысл, 30% извлечь из рынка, там, с небольшим, такой несерьезным. Я бы, конечно, я бы не выдержал, я бы намного раньше вышел, вышел еще бы, если он там 3 с лишним был, ну, по 2 бы я бы уже 100% сошел бы с дистанции, сделал бы там 2х, да, по сути. Ну, это второй вопрос. Ладно, друзья, буду благодарить, потому что у меня сейчас следующее мероприятие, вынужден убегать. Хорошо, спасибо большое, Роман, вам хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо и вам удачи, всем до свидания. Всего доброго.